Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас я эту историю зачитаю. Вы комментарии свои можете оставить под видео. Давайте приступим. Здравствуйте, дорогая Галина! Спасибо за ваше видео, ваши рекомендации. Подписано на вас около года. Смотрю и получаю удовольствие. Пожалуйста. У меня к вам вопрос. Как понять своего турецкого парня, мужчину и облегчить себе жизнь? Наши отношения начались более двух лет назад с турецким мужчиной. Наполовину он курд. Мы оба живем в Европе. Я чуть больше, около 20 лет, он уже 14 лет. То есть, соответственно, микс культур, интеграция в культуре страны, где ты живешь. Мы живем в Финляндии и даже у нашего общего языка. Мы говорим с ним на языке страны. То есть, язык нам обоим не родной. Нам очень трудно, поэтому понимают порой друг друга. Наши отношения спокойные, достаточно уютные, если не один нюанс. Он постоянно обижается на мои действия, если они не соответствуют его ожиданиям. Мы оба в новых отношениях после разводов. Непростых разводов. Мы не такие молодые, мне уже 46, а ему 42. Он все еще сражается с бывшей женой за право видеться с ребенком. У них общий ребенок. Мать ребенка ведет себя неадекватно и манипулирует им, как только может, в отношениях с ребенком. Он вроде и борется, но делает ничего толком-то и не может, а, скорее всего, может, и не хочет. Его бывшая арабка по происхождению и страшная стерва по действиям и манипуляциям. Мне иногда поселяется мысль во мне, что же он такого там накосячить так смог, что она себя так ведет, даже после развода. Хотя мы все по молодости, в принципе, косячим. Я выступаю как такой тихий уголок, где можно расслабиться, успокоиться. Но я человек, иногда тоже устаю или занимаюсь своими делами. И в эти вот дни наступают эти обиды, сообщения, как будто я все время виновата в чем-то. Все думаю, или это культурные особенности, или я что-то просто не так понимаю в моем мужчине, может, я в чем-то виновата. Всегда думала, что восточные мужчины такие уверенные, мачо, дают понять своей женщине, что она в безопасности. Но иногда этого не чувствую. Галина, дорогая, помогите, пожалуйста, разобраться. Я хочу пригласить вас на мой марафон, который стартует 2 сентября. Марафон отношений. На этом марафоне вы узнаете, что такое нормальные здоровые отношения с противоположным полом. Какие отношения являются токсичными. Почему некоторые люди попадают в абьюз. Как из таких отношений выйти или никогда не попадать в них, как себя можно предостеречь. Мы разберем о том, какая модель взаимоотношений, партнерских форм поведения мужчины и женщины сейчас, в данный момент времени, в обществе работает. Почему это не патриархат и не матриархат. Как не попадать в невротические отношения, в проблемные отношения. Откуда берутся эти установки наши в голове на неправильных мужчин. Почему я выбираю не тех мужчин. Или как я могу улучшить отношения с партнером, который у меня уже есть сейчас. Как я могу изменить свою жизнь и наши отношения в лучшую сторону. Поэтому марафон отношений между мужчиной и женщиной, который я провожу со 2 сентября, подходит для тех, кто пытается найти отношения. Может быть, который человек запутался в отношениях. Хочет для себя счастья, найти себе идеального партнера. Или сделать уже существующие отношения, улучшить их, сделать их более идеальными, для себя подходящими. Всегда что-то можно исправить. Марафон проходит со 2 сентября. Это будет 4 эфира, 1 раз в неделю, в закрытом аккаунте в Инстаграм. Во время эфира я рассказываю общую базовую информацию, раскрываю тему, которая у нас заявлена на тот день. Затем я даю вам домашние задания. Затем я отвечаю на ваши вопросы. После этого вся информация в Инстаграм-аккаунте, в чате. Все это будет активно еще в течение месяца после окончания марафона. Марафон длится 4 недели в течение сентября. Оплата, стоимость марафона 2000 рублей. Под своими видео я всегда в инфобоксе оставляю почту. Вы напишите мне тема письма. Хочу участвовать в марафоне. Я вам вышлю схему оплаты, участия и какие данные от вас потребуются для того, чтобы добавить у вас закрытый чат в WhatsApp и в Инстаграм-аккаунт по марафону. Стартуем мы 2 сентября. Эфиры будут по четвергам. Если вы не успеваете, у вас не остается время, вы всегда можете вернуться, пересмотреть видео, выполнить задания, пообщаться с девочками в чате и со мной в том числе. Если кто-то участвует в марафонах, в этой теме, вы прекрасно понимаете, что стоимость таких марафонов около 4-5 тысяч рублей. Это совсем не такая стоимость, которую заявила я. Моя цель, моя задача, честно скажу, возможно, неподъемная, но мне хочется, чтобы вокруг меня, хотя бы среди моих подписчиков, подписчиц, появились люди чуть-чуть на йоту, на толику, более счастливые, более определенные, которые знают себе цену и знают, что такое здоровые отношения. Возможно, это приблизит вас к вашему счастью. Под видео я оставляю, пожалуйста, всегда почту. Ваши вопросы задавайте, пишите мне тему письма. «Хочу участвовать в марафоне». Дело в том, что в отношениях модели вы взрослый человек, а он ребенок. Это отношения взрослого и ребенка. А здоровая модель поведения мужчины и женщины в 21 веке – это партнерское взаимодействие. Не патриархат, не матриархат, а здоровые отношения двух партнеров, двух взрослых людей. Почему? Потому что только в партнерских отношениях каждая сторона имеет право и возможность развиваться не только в отношениях, в своей сфере деятельности образовываться, заниматься хобби, чем-то еще, в общем, каким-то образом улучшать себя. Единственное, на данный момент существующая форма взаимодействия мужчины и женщины, продуктивная сейчас, вот как мы живем, нашу эру, нашу эпоху, учитывая наш социум и условия жизни, это партнерские отношения, когда у человека есть возможность развиваться. Потому что мы не стагнируемся. У нас огромный прогресс технический, экономический, прогресс технический вообще просто за 20 век взлетел, и, соответственно, отношения и люди в прогрессе находятся, не в регрессе. И вот здоровая для вас форма отношений, для большинства, кто хочет здоровых отношений, счастливых сейчас, это два взрослых человека, которые, в чем секрет? Они вступают в диалог между собой, решают свои проблемы, говоря, не закрываются. Два взрослых человека несут ответственность за свои действия. И два взрослых человека, партнеры, принимают своего партнера и позволяют ему развиваться, если тот этого хочет. Но проблема в том, что если один из партнеров не хочет развиваться, у них пропадают интересы, они начинают смотреть в разном направлении. И от этого другая форма должна быть взаимодействия, партнерское взаимодействие, скажем так, рушится. То есть это два человека, направленные в одной, скажем так, тематике, в сфере с желанием развиваться, слышать, прислушиваться, вступать в диалог со своим партнером, чтобы развивать свои отношения, чтобы решать свои проблемы. Так вот, ваш партнер, ребенок, его поведение, реакции поведенческие, детские, закрепленные из детства, он так вел себя со своими родителями, он обижается, обида – это привлечение внимания к своей персоне. Бальчика в детстве не учили выражать свои эмоции, поэтому он не мог проговорить это. А почему я вам давала видео, лучшие сказки психологические для моей дочери, которые я отметила, там, у меня ребенок выражает свои эмоции, там сказки в основном все на анализ эмоций, с пониманием себя. Вот у него, вашего партнера, в детстве этого не было. Он не научился, родители не слышали, не хотели слышать, или не помогали ему выражать свои эмоции, свои страхи, свои переживания. Поэтому, когда ему хотелось внимания от родителей, или когда ему было страшно, он не мог выразить свои эмоции словами, проговорить, объяснить доходчиво, он обижался. Когда обижусь, я могу обидеться, и мои родители приспрашивают, как твои дела, что у тебя произошло? Только тогда мне дают внимание. И в данный момент жизни, ваш мужчина уже взрослый, 42-летний, он до сих пор не может проговаривать проблемы, поэтому не может вступать в партнерские взаимные отношения нормальные, да? Ему нужны отношения, когда его понимают, когда к нему обращаются, когда ему дают внимание. Это не партнерские отношения, 50 на 50 вложений. Он ждет, когда вы вкладываться эмоционально будете больше в отношения. Он в позиции ребенка, которому должны давать внимание. Из-за своего личного проблемы, неумения до сих пор анализировать, возможно, или просто выражать свои проблемы, свои недовольства или свои претензии, взгляды вообще в себя. У него с коммуникацией проблема. Это проблема с родителями была в детстве. И вот поэтому обидами он показывает, обида это его форма выражения, своего недовольства либо крика помощи, обрати на меня внимание, у меня не все хорошо, я обиделся, пожалей меня, или я обиделся, я зол. Это разные моменты эмоционально у него подключены, но суть одна и та же, когда человек обижается, это сигнал, обрати на меня внимание, вот и все. Просто другим способом с детства он не умел, научился, вот так всегда продолжает делать. Это его единственное научение, как обратить на себя внимание, потому что говорить он не умеет. Либо он не умеет вообще анализировать и выражать себя, либо он анализирует внутри, а выражать не может, стесняется. Может, его отталкивали родители, отвергали. Или вообще, говорит, заткнись, засуни язык себе в задницу, не лезь, не мешай, без тебя куча проблем, у нас там куча детей в семье, надо всех кормить, вот эта вся история. Это все оттуда растут ноги, да, ребенок закрывается. И в будущем мы имеем вот такие проблемы. По поводу его жены, там, накосячил все истории, вот она арабкая, поведение у нее манипулятивное. Вообще манипуляция, она сама не из здоровой семьи, восточные женщины манипулируют. Знаете, чем женщины с манипуляцией, вот это у меня будет на курсе, это отдельная тема будет, не отдельная тема, там будет в теме в одной. Я вам расскажу, кто такие женщины, которые манипуляторши, и кто такие женщины, которые мудрые. В чем их разница, да? Мудрая женщина может предвидеть на шаг вперед события, да, и себя подстраивать, или ситуацию под эти события. Она видит, как она может просчитать силу своего опыта, либо знаний, либо интуиции, своего уравновешения, да. Это женщина с хорошей самооценкой, как правило. Умудрая женщина просто спокойно управляет ситуацией, потому что она знает, как будет дальше. Женщина, которая манипуляциями берет, это мы учат на многих курсах сейчас, психологи есть в YouTube всякие, да, которые учат манипуляциям, как получить то, что ты хочешь, как воздействовать на человека и получить желаемый для тебя результат, да. Это кто делает так? Тот, кто в себе не уверен. Их разница – это самооценка. И такая женщина хочет видеть себя мудрой. Может быть, она себя такой называет, или хочет быть мудрой. Но при этом она это делает по научению. Только манипуляция, не мудрость, не знание, не опыт ею руководят, а то, как сказали на курсах. Она всегда в поиске нервных курсов улучшения себя или какого-то психолога, кто будет ее этому учить. Потому что это не природное, не ее мозг так работает, не она этому научилась, ее опыт. Она приобрела инструменты манипуляции. Она просто знает, где, в какой момент, как надавить, чтобы получить свою выгоду. Вот в чем разница этих двух женщин. Так вот, женщина, которая манипулирует, жена вашего парня, так назовем, она, к сожалению, манипулирует. У нее нет мудрости. И она тоже манипуляцией пытается добиться то, чего хочет. Дело не в том, что он там как-то накосячил. Это встретились тогда два ребенка. Он до сих пор не повзрослел. Она, как ребенок, манипулирует. Манипуляция тоже, в принципе, с детства, манипуляция получения своего. Я тоже в детстве недолюбили, недодали. Она манипуляциями получала, возможно, от родителей, что-то, что ей нужно. И это два несчастных человека, два ребенка не повзрослевших. Сейчас у нее в манипуляциях огромный рычаг. Это ребенок. Она пытается им давить. Но, к сожалению, почему это характер восточных очень многих женщин, не мудрость, а манипуляция. Это два разных вообще образа, два разных термина. Вам кажется, восточная женщина, восточная мудрость. Это очень часто сводится не мудрость, вы заблуждаетесь, к манипуляциям. Почему я бы это назвала? Восточная манипуляция. Это у них очень многих в обиходе. Их этому учат семьи, от родителей, мамы. И восточных женщин этому учат сами обстоятельства. Это манера их воспитания. Потому что, какая бы, например, хорошая, внимательная семья на публике ни была, очень часто дети сами предоставлены себе или не занимаются и так далее. Дети манипулируют либо обижаются для того, чтобы привлекать к себе внимание. Все очень просто. И девочку учат. Чтобы получать что-то от мужиков, надо уметь просто манипулировать. Но это не о счастье. Поэтому во моменты поведения, манипуляции его бывшей супруги, это ее личные проблемы, не связанные с ним. Это ее семья, ее взаимодействие с родителями. Почему он поддается на манипуляции, сейчас муж пытается от них убежать и так далее? Потому что это два встретились с ребенком, не готовые к взрослой жизни. И поэтому у них разыпался брак. Они оба не хотели принимать как дети ответственность за поступки и так далее. Он обижался, в оборону уходил, она манипулировала, дергала. Вот так прожили, пока нервы не закончились, не психнули, в итоге они расстались. Тут нет, понимаете, они изначально в разные стороны тянули, как щупой, лебедь и рак. Помните эту поговорку, пословицу? Так что не обращайте на нее внимания. Да и пусть дальше разбираются. Вообще-то вас не касается. Я вам что хочу сказать. С вами все в порядке. Вы взрослый человек, но вам... Посмотрите на себя, что я хочу. Если я хочу здоровых партнерских отношений, мой партнер, вот этот мужчина, должен стать партнером и повзрослеть. Как себя с ним вести? Вы должны с ним разговаривать. Диалог — это единственное главное оружие в партнерских взрослых отношениях, что нас отличает от животных. Мы говорим, мы понимаем друг друга. Вы должны дать ему чувство безопасности, что если он откроет рот и начнет высказывать то, что он хочет, вы должны научить его транслировать свои желания, претензии, вообще себя говорить, выходить на диалог. Очень часто детям, вот этим невыросшимым, страшно открывать рот, потому что их за это в детстве ругали. Если вы поймете, узнаете с ним в общении, почему он себя так ведет, в детстве, как к нему родители относились, когда он открывал рот, интересовались ли ему его желаниями, потребности, скорее всего, нет, это подавляли, все, и на него наплевать было. Не интересовались, что он хочет есть, или какую одежду ему купить, какого цвета футболка. Просто покупали и давали, вот условно, да, этот механизм как закладывается. Вы должны ему до веры дать понять, что не опасно открыть рот и заявить о своем желании, даже если твое желание негативное, или твоя эмоция агрессия, что-то плохое, условно говоря, да, неодобримая какая-то эмоция. Вообще плохих эмоций не бывает, но какая-то негативная эмоция, неодобримая в социуме, и вы за это ругать не будете. Вы должны ему дать вот это чувство надежности, что его головой в какашку не макнут, если он откроет рот. Когда он, это процесс времени, он должен научиться выходить на диалог, обсуждать проблему. Второе, не вестись на его манипуляции в виде обиды. Вы можете высмеивать его, например, говорит, ну ты как маленький, да так дети поступают. Намекайте. Это детское поведение. Это не взрослый мужчина. Не говорят взрослые мужики так себя неудат, это унижение, а просто в шуточной форме, ну ты как маленький. Ой, да так дети поступают. Ой, ну ты как-то пятилетний, емая, ну че ты, давай успоко... Такая манера. Но не с давлением эти фразы должны быть. Он должен понять, что его поведение не для 43-х лет, но в прямую говорит, ты не мужик в 43-е года, мужики так и взрослые себя не ведут, это неправильно, это будет обидно, это может быть агрессией, это конфликт будет. Так это не говорится. Следующее для вас я высказывание. Погуглите, что такое. Это самая простая, беззаботная, неагрессивная форма взаимодействия. У вас же остаются эмоции после вот такого поведения, и вы должны ему так говорить. я чувствую себя, не знаю, неуютно, поговорить о своих эмоциях негативных, которые вы получаете при его таком поведении. Я чувствую себя плохо, мне больно, мне неприятно, когда ты обижаешься. То есть, вы даете понять, я себя чувствую так-то, так-то, когда ты, твои действия, глагол, делай что-то, то-то. Вообще, должны ему объяснять, что его действия, как обида, что вами не манипулируют, а делают вам больно. Вот и все. Посмотрите, на что выйдет, и примите там решение, посмотрите дальше, куда это будет начать, делать вот так нужно. Что вы посоветуете? Пишите в комментариях. Я вам напоминаю, что со 2 сентября у нас стартует марафон здоровых отношений. Весь этот материал вы всегда можете посмотреть еще после марафона, в течение месяца будет все это в доступе. Это с поддержкой в чате в WhatsApp, где мы обсуждаем все эти проблемы, выполнение заданий. Я даю свою рекомендацию, отвечаю на ваши вопросы, которые возникают. То есть, это полное кураторство, пойдет у моего курса еще и в WhatsApp. Стоимость курса у нас 2000 рублей, напоминаю, и на почте, которая у меня указана под этим видео, вы можете написать, если хотите поучаствовать. Хочу в марафон. Если вы хотите записаться ко мне как к психологу на консультацию, просто пишите в теме письма, консультация. А если вы хотите также как автор письма получить разбор видео вашей истории или ситуации, какую-то подсказку, возможно, о чем поразмыслить вам, то вы просто пишите в теме письма, история от Анонима. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев. Всем пока!